В таком костюме нам пришлось работать впервые, столкнувшись с этой инфекцией. Но со временем мы привыкли, срослись и нашли даже плюс. Летом мы все похудели. В допандемийное время они примеряли противочумные комбинезоны только на учебных сборах. Кто бы знал, что это медицинская амуниция, иначе не назовешь, станет повседневной рабочей одеждой. Маска, респиратор, двое перчаток, пластиковый щиток. Наталья Беккер отправляется в красную зону. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Хорошо. На плюс. Все ли хорошо было во время вашего лечения? Да. Как часто уборку делают? Нормально. День не бороза. Наталья Беккер – главная медицинская сестра республиканской инфекционной больницы. Ее стационар первым принял удар на себя. Чтобы не вынести тогда совсем неизвестный коронавирус за пределы больничных стен, в инфекционке появилась красная зона – шлюзы вместо дезинфекции. В оперативном режиме Наталья занималась перепрофилированием больницы в ковид-центр, а потом делилась опытом с коллегами из других медучреждений. Первый год жила на работе в буквальном смысле. Мы были вынуждены переехать из своих квартир в гостиницу. Мы расстались со своими семьями. Было очень тяжело. Вот именно у меня, у меня маленький ребенок, младший, ему всего лишь было 10 лет на тот момент. Он практически остался наедине с папой. И пришлось очень быстро повзрослеть. Спустя почти два года коронавирус отступает. Число больных в стационаре уменьшается. Некоторые палаты пустуют. И Наталья Яковлевна даже может оставить ненадолго свой пост, сменить медицинский костюм на элегантный наряд. Сегодня она на приеме. Глава Удмуртии вручает Наталье медаль Луки Крымского. Награду учредил президент России в 2020-м для сотрудников здравоохранения. В зале врачей, медсестры, санитары, руководители поликлиники больниц. 49 человек отмечены высокими госнаградами. Михаил Соловьев орденом Пирогова. Под его руководством во вторую волну ковида 6-я ГКБ за неделю была полностью перепрофилирована. Там спасали самых тяжелых пациентов, у которых коронавирус обострил хронические заболевания и патологии. Все как будто бы столкнулись перед единым врагом, перед одной бедой. И многие наши коллеги тоже и были заражены этой инфекцией. И мы потери видели среди своих коллег. Очень все переживали. Я бы, наверное, сказала, как-то мы стали друг к другу более бережно и чутко относиться. В пике заболеваемости в ковид-центрах республики трудились более 4 тысяч медработников. В этом году, когда сократилось число тяжелых пациентов, на передовую вышли врачи-политлиник. Под наблюдением терапевтов одновременно находилось около 40 тысяч жителей республики. Я искренне благодарю вас за огромный труд. Именно благодаря вашим усилиям в Удмуртии спасено более 140 тысяч человек. От всей души благодарю вас, друзья, за ваш труд. Хочу пожелать всем нам, чтобы история пандемии осталась в прошлом. Чтобы медицинские работники могли вернуться к своей обычной работе без обралов и эпидемий. Эпоха коронавируса изменила не только жизнь врачей, но и пациентов. Заставила посмотреть на них по-другому. Анастасия Ритько, Павел Яскин. Новости.